Добрый вечер! Сегодня пятница, а значит на канале Н4 ток-шоу без галстуков с Александром Стахурским. Здесь мы оставляем за дверью формальность и расстегиваем жесткий воротник общественно-политических дискуссий. Тема сегодняшнего выпуска – гагаузский синдром. Кризисную ситуацию, которая продолжается вокруг гагаузской автономии на протяжении уже почти года, мы обсудим сегодня с бывшим башканом гагаузии Ириной Влах. Добрый вечер, Ирина Федоровна! Добрый вечер! Ну, вы знаете, я такую тему выбрал, а сегодня у нас еще новые события под эту тему, но мы это все попозже. А сейчас я хочу узнать из чего? С того, с чего обычно, наверное, или этому вопросу не всегда уделяют внимание. Я хочу, что давайте сначала вы у нас выступите в роли исторического эксперта. Вот расскажите нам, пожалуйста, многим незнающим, кто такие гагаузы и как они появились вообще на территории Республики Молдова, нынешняя, ну, государство Молдова. Ну, в качестве исторического эксперта я как бы никогда не была. Ну, я условно говоря, вы представитель гагаузского региона, гагаузка, у вас папа гагауз, а мама болгарка, правильно, да? Так получилось. Да, то есть вы, вот, как говорится, там как раз рядом у вас еще, там еще, как говорится, тараклия, вот все рядом. То есть вот вы, как говорится, в себя вот разные этносы впитали, вот с кровью, как говорится. Вот расскажите, пожалуйста, вот каким образом гагаузы появились на территории вот Молдовы нынешней? Ну, давайте так. Мы пришли на эти земли более двухсот лет назад, если я не ошибаюсь, в двадцать первом году, а где-то 12 марта, или не помню точно какое число, праздновали двухсотлетие, как мы пришли на эти земли, вот и более уже двухсот лет мы живем на этой земле вместе со всеми теми жителями, которые проживают уже в сегодняшней республике Молдова, поэтому я считаю, что мы уже, наверное, коренные, да, и нельзя даже думать о том, что мы там какие-то другие, что мы не из той культуры, и у нас нет общей истории, и с моей точки зрения мы жители республики Молдова, которые любят эту страну, которые хотят жить в этой стране, и после всех вот этих перемещений в Европе, которые происходили, разные исторические события происходили, поэтому я думаю, что это уже наша страна, мы ее любим, эту страну, и хотим сказать, что да, у гагаузов, как и у других этносов и национальностей, которые проживают в республике, есть свои обычаи, есть свои традиции, которые мы бережно храним, к которым мы бережно относимся, вот, и мне очень было важно, когда я была в должности руководителя гагаузской автономии, эту историю, культуру, традиции показать всей стране, потому что республика Молдова на самом деле очень маленькая страна, но я была удивлена тому, что мы, проживающие на юге, очень мало знали о наших согражданах, которые проживают на севере, либо сограждане наши, проживающие на севере, очень мало знают о тех, кто проживает на юге, и мы, кстати, 2016 года уже начали максимально внимание уделять всем мероприятиям, которые бы позволили пригласить как можно больше жителей республики Молдова в регион, чтобы показать, какая она гагаузия, какие это люди, которые проживают на территории автономии, а потом в один прекрасный момент, вот мы проводили праздники, Хидерлес, День вина, много разных традиционных праздников проводили, а потом, когда мы поняли, что все не могут приехать в регион, мы решили пойти в каждый район, мы решили пойти в каждый город с проектом «Дископра Гагаузия Принкултура», это «Откройте Гагаузию через культуру», и мы приезжали в районы и устраивали концерты, презентовали нашу культуру, это очень, мне кажется, был удачный проект, потому что у меня было ряд ситуаций, когда, допустим, в Сен-Джирьевском районе после концерта подошла женщина и говорит, скажите, пожалуйста, а какая у вас там валюта в Гагаузии? Или потом второй вопрос был, а вы в Гагаузию что приехать, надо приехать по заграничному паспорту, то есть я тогда еще раз убедилась в том, что очень мало мы знаем друг о друге, и... Ну какая-то очень странная, на мой взгляд, попалась женщина. Ну это правда, а была еще другая ситуация, когда мы приехали вдруг, если не ошибаюсь, и ко мне подошла женщина, которая сказала, я 50 лет живу в Дроке, я никак не могла за эти 50 лет объяснить своим соседям, вот, горожанам, кто такие Гагаузы. А вы за два часа взяли и объяснили, и показали, какие они на самом деле. Ну вот я как раз хочу сейчас, чтобы мы немножко все-таки опять вернулись к истории, Гагаузы — это тюркский народ, который жил на территории Османской империи, правильно? Нет, ну мы кочевали, да, есть... Ну вот есть разные версии, да, то есть, ну, фактически вот очень интересный момент, что тюркский народ, потому что Турция, ну, традиционно это страна ислама, да, это мусульманская страна, но там вот был такой вот народ, который принял православие. И если я не ошибаюсь, значит, в связи с тем, что это были, как говорится, в те далекие годы иноверцы, значит, соответственно, начались некие гонения, и вот они бежали, и вот они попали. Все не так. Все не так, вот расскажите, пожалуйста. Все абсолютно не так. То, о чем говорят и говорили наши историки и исследователи, есть несколько версий того, откуда пришли Гагаузы. Есть версия о том, что они пришли из-за Урала, что мы пришли из-за Урала. Есть версия, что мы шли из-за Урала и остановились на Балканах, часть через Балкан. То есть есть версия и с Урала, есть версия и с Балкан. Но мы никогда не находились на территории турецкого государства. А вот мы кочевали, и никогда не были гагаузы мусульманами, мы сразу приняли христианство. Вот уже более, ну, наверное... Ну, это более двухсот лет точно. Да, больше. Да, больше. Говорят, что более тысячи лет, как, значит, было принято. Я не могу вам сказать точно, я не хочу сейчас войти в конфликт с той или иной, как говорится, версией. Ну, историки занимаются этим вопросом, и я думаю, что они смогут более точнее вам рассказать о том, откуда, как, пришли. Нет, сейчас, чтобы я не входила в конфликт ни с кем. А то берешь одну версию, а те, кто представляют другую версию, говорят, что... Не, ну, история-то вообще такая, как говорится, штука. Вы знаете, я всегда доверяю профессионалам. Тот, кто занимается историей, вот они и пусть нам и рассказывают. Но, вы знаете, тут я с вами, наверное, не соглашусь, потому что бывают разные историки, и в зависимости от ситуации ее интерпретируют. История, особенно мы сейчас видим в мире. Ну, это в это время, да, пишут политики, пишут... Как смотрят, да, на эту историю. Поэтому я как политик не хочу, чтобы у меня была какая-то политическая история, да, пусть об этом расскажут те люди, которые действительно профессионально занимаются и следуют этот вопрос. Ну, тогда давайте так поступим. Не будем больше на этом, значит, останавливаться. Я, может быть, получится каких-нибудь действительно равноудаленных или взвешенных историков по вопросу... Приносите. Я думаю, что это будет полезно всем. И знаете, что я хотел еще спросить? Сколько насчитывает вот на сегодняшний день народ гагаузов вот вообще вот в мире? Я понимаю, что в основном он живет, как говорится, постоянно на территории Республики Молодой. Такой оседлый образ жизни, то есть вот когда они пришли взять. Но понятно, что где-то по миру еще есть в небольшом, наверное, количестве все-таки концентрация Молодой. Вот сколько, например, на сегодняшний день? Ну, вот вы должны знать, что мы к этому вопросу очень трепетно относились. На протяжении этих, давайте так, последних как минимум 20 лет. Вот в 2003 году, если я не ошибаюсь, был первый конгресс гагаузов мира, который проходил на территории гагаузской автономии. Тогда башкан гагаузий Табульщик провел первый конгресс гагаузов, потом проводил конгресс гагаузов и господин Фармузал. И мне посчастливилось тоже провести конгресс гагаузов мира. Я его проводила в 2016 году, если не ошибаюсь. И тогда мы приглашали из очень многих стран представителей наших гагаузов. И около 20-ти чем-то стран было представлено. Были наши представители. Это и страны европейские, это и из России приезжали наши гагаузы. Это из Турции приезжали, из Бразилии приезжали гагаузы. Из Америки приезжали, из Румынии приезжали гагаузы. То есть мы приблизительно имели цифру, что за пределами проживает еще около 120 тысяч гагаузов. 120 тысяч? Еще около 120. Это не точная цифра. Это цифра, которую давали мне эксперты. Вот такая. А я слышал версию вообще, что гагаузов очень мало, чуть ли не осталось там, буквально там, ну, несколько десятков тысяч. И это большая угроза для этноса, для потери языка. Кстати, вот по поводу языка хотелось спросить. Очень близкий язык к турецкому, да? Но есть различия. Это делик? Да, абсолютно. Это делик? Нет, это гагаузский язык. Это гагаузский язык. У нас гагаузский язык входит вместе с турецким языком в тюркскую группу. Вот язык очень похож. Оно и отличается по наречиям, да? Допустим, турецкие наши друзья и товарищи, они всегда говорят, что нам удалось сохранить язык, что наш язык чистый. В нем практически нет заимствованных слов, допустим, в отличие от турецкого языка, там, от азербайджанского языка, допустим, или от туркменского языка. Вот есть базовые основы, есть схожесть. Ну, по крайней мере, наших турецких друзей мы хорошо понимаем и говорим на одном языке. То есть, если вот гагауз будет разговаривать с турком, без проблем они друг друга поймут, да? Абсолютно, да. Мы друг друга поймем. Но вы очень правильно сказали, что угроза исчезновения языка, она постоянно присутствует. И над тем, чтобы язык не исчез, не забылся, чтобы он развивался, над этим думали буквально все. И те, кто стояли у истоков создания гагаузской автономии, все, кто управляли гагаузской автономией на протяжении этих 30 лет, все, кто живут в регионе. И, наверное, одним из важных моментов было, когда мы ввели программу мультилингвального обучения в детских садах гагаузской автономии. И обучение сейчас в детских садах происходит на трех языках. На гагаузском языке, на государственном языке и на русском языке. Это очень хорошая программа, которая позволила детям, значит, с двух лет начинать говорить и на родном языке, и на государственном языке, ну и, соответственно, на языке межнационального общения и на русском языке. Вначале было очень сложно. Я хорошо вспоминаю этот период, когда я предложила нашим коллегам, чтобы мы эту программу начали внедрять. Было огромнейшее сопротивление со стороны воспитателей, сопротивление было со стороны родителей. Воспитатели говорили о том, что это нагрузка на них, потому что надо будет преподавать еще на дополнительных двух языках. Родители говорили о том, зачем нам гагаузский язык и что мы будем с ним делать, зачем детям нужна тоже нагрузка. То есть они переживали за нагрузку для детей, дополнительные как бы уроки. Но когда мы всем объяснили, что каждый, во-первых, родной язык надо знать, во-вторых, каждый новый язык – это определенная возможность и плюс для наших жителей, мы долго объясняли, но я очень довольна тем, что нас тогда услышали и родители, и коллеги из детских садов, из системы образования гагаузской автономии. И уже все детские сады, вот пятый год, в Гагаузии учат детей на трех языках. Это очень интересный опыт. Мы даже хотели в прошлом году, в марте, ровно год назад, мы хотели этот опыт представить в Кишиневе, потому что в стране проживают представители других национальностей. И нам казалось, я даже сейчас уверена в том, что этот опыт, он был бы полезен, допустим, и для украинцев, он был бы полезен для болгар, он был бы полезен для различных национальностей. Это прекрасная возможность, когда можно получать образование на своем родном языке. Но, к сожалению, тогда Министерство образования нас не поддержало год назад, и у нас, забрали у нас эту возможность, давайте скажем. Ну, мы об этом еще поговорим. К сожалению, да. Но я надеюсь на то, что этот опыт со временем будет полезен для представителей других народов на территории нашей страны, и он будет использоваться в хорошем смысле этого слова. Потому что вот таких уникальных ситуаций, когда дети могут учиться на нескольких языках, их очень мало в мире в целом. Мы этот опыт переняли из Италии, в Южном Тироле мы нашли эту модель, где дети в детских садах обучаются на трех языках. На немецком, на итальянском и на ладинском языке. У них тоже была проблема, что ладинский язык начинает исчезать, и вот они ввели... Его даже называют мертвый язык. Ну вот, все равно обучение у них происходит, поэтому мы взяли эту модель, и эта модель работает сейчас в гагаузской автономии. Один день один язык. То есть целый день дети говорят, допустим, на госязыке, один день дети говорят на гагаузском языке, и один день говорят на русском. Я вот даже расскажу вам историю, когда мне нужно было убедить деток в том, чтобы они хотели учить язык. Я вспоминаю начало этого процесса, когда я пришла в один из детских садов, и в этот день был день государственного языка. И я пришла, и начала с детками сразу. Буназиу, Ачефа, Ачесть, и начала говорить с детками. И они очень хорошо откликались, они со мной здоровались, они со мной говорили. Я в какой-то момент решила перейти с языка на язык для того, чтобы посмотреть, как они переходят, допустим, с госязыка на гагаузский язык. И сдаю, говорю им, замахай ролсун, насыл сын, неаперсонес, и смотрю, все стеклянные глазки. То есть я поняла, что они меня не понимают, и я перехожу на русский, задаю им вопрос, кто дома говорит на гагаузском языке. Из всей группы подняли руки только два ребенка, мальчик и девочка. Я сразу опять перехожу на гагаузский, задаю вопрос, а с кем вы дома говорите, кем именно Сиславе Дейсинске, для гагаузща. И мне только мальчик отвечает по-гагаузски, а я говорю на гагаузском с дедушкой, девочка с стеклянными глазками на меня смотрит. Я ей задаю по-русски вопрос, а ты, моя хорошая, с кем говоришь на гагаузском языке? Она мне отвечает по-русски. А я не говорю на гагаузском языке, у меня папа с мамой говорят на гагаузском, когда ругаются. Я говорю, а ты, моя хорошая, хочешь, чтобы твои родители ругались? Она говорит, нет, конечно, не хочу. Я говорю, а что нужно сделать для того, чтобы они не ругались? Она говорит, надо выучить язык. Я говорю, моя хорошая, какая ты молодец. То есть я ребенку показала ситуацию, которая бы ее смотивировала, чтобы она выучила язык, и чтобы в семье был мир и покой. То есть постоянно нужно давать какой-то... Это не сложно, это очень... Нет, для ребенка данного, когда родители специально, чтобы ребенок не понимал, они переходят на язык для того, чтобы... Мне кажется, что это во многих семьях в нашей стране и в других странах. Скажите, пожалуйста, а в чем вы видите на сегодняшний день главную угрозу для гагаузского языка? Ну, самое... С моей точки зрения, нам нужно, конечно же, еще больше инвестировать в создание условий для изучения родного языка. Ну, не только родного, я говорю здесь и государственного языка, потому что в Республике Молдова большое количество людей не владеет государственным языком, и это большущая проблема, если мы говорим о будущем этой страны. С моей точки зрения, мы должны создать условия для всех, чтобы у всех была возможность знать государственный язык, а для людей, как, допустим, жители, как гагаузы, создать возможность для того, чтобы они знали свой родной язык. Мне кажется, сейчас в гагаузе есть очень хороший фундамент, хорошая программа, хорошая основа для того, чтобы... Самое главное, чтобы она продолжалась, для меня это очень важно, для того, чтобы ребята спокойно владели, нужно проводить очень много мероприятий, тематических мероприятий. Надо проводить как можно больше, ну, занятий, наверное, да. Ну, и я думаю, что через культуру, вы знаете, когда ты через культуру, через обычаи, через традиции, у тебя хорошо передаешь все это, у тебя хорошая возможность язык сохранять и прививать любовь к этому красивому языку. А педагогов достаточно на сегодняшний день для этого? Да, педагогов достаточно. У нас педагогов гагаузского языка мы укомплектовали абсолютно полностью все школы и все детские сады. У нас проблемы были с преподавателями государственного языка. Эта проблема существует и сейчас. Есть еще одна проблема, которую я хотела решить, но я не успела. Я очень мечтала о том, чтобы в каждом городе Гагаузии, в каждом селе Гагаузии была школа с преподаванием на государственном языке. Чтобы родители и дети могли иметь возможность выбирать, на каком языке им получать образование. Потому что когда у ребят нет возможности, допустим, пойти в школу с государственным языком обучения, то мы лишаем их определенных возможностей. А когда есть возможности на таком языке учиться и на таком, родители сами принимают решения. Но с другой точки зрения ты подталкиваешь их к тому, что надо знать и родной язык, надо знать государственный язык. Потому что будущее этого ребенка должно ассоциироваться с будущим этой страны. То есть он должен быть 100% убежден, что он хочет жить в Республике Молдова, что у него все возможности для этого есть. Что его никто никак не ущемит и он сможет себя нормально реализовать. У нас осталось несколько минут до завершения первой части. Я хочу, чтобы мы уже, как говорится, подвели итог к такому историческому эксурсу и лингвистике. Вот скажите, вот вторая ваша, так сказать, половина внутри, это болгарский. Болгарская. Вот рядом тараклия. Вот опыт, например, преподавания, потому что я знаю, что у меня есть знакомые болгары, да, они говорят. Вот вы сами наверняка какие-то международные посещаете. Здесь бывают встречи, там болгарское посольство проводят. То есть есть люди, которые прямо переходят на болгарский язык. У меня есть знакомые такие. То есть вот, будем говорить, где этические болгары проживают тоже на юге рядом с вами, да, так я сейчас не хочу разделять, вот, ну, говорится, вот эти города и села. Там тоже стоит проблема изучения болгарского языка? Вы наверняка знаете этот вопрос. Проблема родного языка, изучение родного языка, она есть везде. Потому что всегда недостаточно тех уроков, которые есть, допустим, в школах. Конечно, очень важно, чтобы язык передавался через семью. Если в семье говорят на родном языке, в этой ситуации считайте, что эти дети счастливые. Потому что они могут впитать язык, как говорится, не только через молоко матери, но и через то общение, которое у них в семье происходит. Если в семье нет общения, то, соответственно, это уже детский садик, это уже школа, которые должны, сообщества, в котором ты проживаешь, уже должны помочь тебе выучить язык. Поэтому я думаю, что определенные проблемы есть и для этнических болгар здесь у нас на юге. И вот эта программа, о которой я говорила, мне кажется, она была бы очень эффективной и для болгар, которые проживают на территории всей нашей страны. Потому что у нас есть очень много населенных пунктов не только на юге, в которых проживают этнические болгары. То есть проблемы всегда существуют, потому что даже если ты знаешь язык, тебе нужно постоянно развивать язык. Язык — это, знаете, такой живой, как говорится, организм, в котором надо постоянно говорить, и который надо наполнять, насыщать новыми словами, новыми выражениями. А вот логично, на мой взгляд, или прагматично подойти к вопросу изучения, например, турецкого языка. Вот смотрите, потому что Турция, ну я сейчас не говорю, он очень такой один из главных партнеров Турецкой Республики, Республики Молдовы и вообще в регионе это одна из самых сильных экономических и политического влияния сдержав. Я, например, вот был в Азербайджане, там очень много турецких лицеев, и там просто изучают прямо со школы, вот как говорите, гагаузский, так изучают турецкий язык. Соответственно, они могут интегрироваться в турецкое общество, потому что бизнес, ну вы знаете, там Бакул, Стамбул, Анкара, то есть это все там очень сильно завязано и работает. А, например, мотивация, то что изучают как раз гагаузский язык, а потом поедут там работать или жить в Турцию, потому что это все-все-все и больше-больше интегрируется население. К сожалению, сейчас мы поговорим о том, что у нас происходят миграционные процессы, но в принципе, вот это как вот с этим? И легко, я так понимаю, что уже перейти потом легче с гагаузского на турецкий, то есть вот, допустим, хочет там высшее образование получить там в Стамбуле где-нибудь? Ну, смотрите, во-первых, в республике Молдова есть лицеи частные и государственные, в которых проходит обучение на турецком языке. Вот, допустим, на юге тоже есть лицеи частные, есть государственные, в которых дети обучаются на турецком языке, то есть это уже не вопрос какой-то сложный для ребят, которые живут в республике Молдова. Это первое. Второе. Я, конечно, не являюсь сторонницей того, когда промавируют обучение наших ребят за границей. Я всегда, я 8 лет работала со своей командой над тем, чтобы создать условия, чтобы молодые ребята получали высшее образование в республике Молдова, потому что я просто уверена в том, что когда они уезжают, поступают в вузы за границей, больше из них остаются за границей, они там женятся, они там получают работу. Вот, и я объясняла нашим ребятам с ГГУЗе о том, что мы можем получить здесь хорошее, качественное образование. Мы помогали получать им высшее образование здесь, в стране. Мы заключали соглашение с техническим университетом, и с медицинским, и с другими вузами. Вот, и у ребят, которые знали в совершенстве турецкий либо гагаузский язык, у них всегда была большая преимущество, потому что бизнес турецкий, который приезжал и приезжает в республику Молдова, конечно же, они ищут к себе на работу сотрудников, владеющих турецким либо гагаузским языком. Я вас услышал, извините, мы сейчас должны прерваться на рекламу, и дальше мы продолжим наше общение. Не переключайтесь, реклама пройдет быстро. Мы вернулись после рекламной паузы в студию. Напомню, что вы смотрите на канале Н4 ток-шоу «Без галстуков» с Александром Стахурским. Сегодня тема нашего выпуска – гагаузский казус, гагаузский кризис. И обо всем этом мы будем говорить с бывшим башканом Гагаузии Ириной Федоровной Влах. Мы, вернее, уже говорим, первая часть нашей программы была посвящена историческому экскурсу про гагаузов. Кто не застал, потом сможет посмотреть это на Ютьюбе в записи, либо на Фейсбуке. А теперь ближе уже к нашим временам. Ирина Федоровна, давайте вот о чем. 14 мая прошлого года завершились выборы на должность главы гагаузской автономии. На пост главы региона тогда выставлялись 8 кандидатов. Вот я сейчас их зачитаю. Депутаты Народного собрания Виктор Петров, Николай Дудогло, Григорий Узун, Сергей Чемпоеш, бывшие главы регионов Михаил Формузал и Дмитрий Крайтор. А также экс-депутат парламента Сергей Чернев и кандидат отныне запрещенной неконституционной партии ШОР Евгения Гуцу, которая в итоге выборы и выиграла. Скажите, пожалуйста, вот как вообще, на ваш взгляд, так случилось, что победила, ну, фактически никому неизвестная молодая и обаятельная женщина без административного, политического опыта победила на этих вот выборах Башкана. Как так получилось? Ну, мне сложно сказать, как так получилось. Нет, но я хочу, вот вы сейчас выступаете в роли, как говорится, человека со стороны эксперта. Вы 8 лет регионом руководили, вы во многих правительствах работали, вы знаете всю эту, как говорится, политическую нашу кухню, как региональную, так и, уже будем говорить, по республике. Вот на ваш взгляд, в чем феномен этого, этой победы, так сказать? Хотя победа, наверное, первого, казалось. Понимаете, Александр, я не могу быть экспертом в ситуации, когда речь идет о ГГУЗе, потому что я не человек со стороны, я человек, который был внутри всех этих процессов на протяжении активных, активно 19 лет участвовал во всех процессах. Действительно, это феноменальная ситуация, когда человек не обладал политическим опытом, человек, которого никто не знал, а выиграл выборы. Такого опыта, мне кажется, не было не только в ГГУЗской автономии, но в целом не было и в Республике Молдова. Почему и как это произошло? Ну, было много мнений разных. Ну, я ваше спрашиваю. И зрителям, наверное, тоже ему интересно. Ну, мое мнение, оно останется, наверное, моим мнением. Я чисто с этической точки зрения не хочу сейчас об этом говорить. Я объясню, почему. Потому что, когда я выиграла выборы в 2015 году, мой предшественник буквально уже после трех месяцев нахождения меня в должности, постоянно, очень жестко, обоснованно, может быть, а может и не обоснованно, пытался высказывать свое отношение к тому, как я управляла автономией. Я тогда себе в 2015 году сказала, что когда закончится мой мандат, первый либо второй, я не буду высказывать своего критического отношения к той или иной ситуации публично. Потому что если ситуация сильно плохая, моя негативная оценка тех или иных процессов, ее еще больше усугубит в регионе. И с этой точки зрения всем тем, кто интересуется политикой, конечно, казус Гагаузии надо изучать. Да, казус Гагаузии, ситуация, которая произошла в 2023 году, надо очень хорошо проанализировать. Но это надо анализировать не с точки зрения жестких политических каких-то там деклараций, а надо проанализировать для того, чтобы если это был хороший опыт, значит, пусть он повторяется. А если это был плохой опыт, значит, он не должен повторяться. Давайте скажем вот так. Как бы я ни комментировала то, что произошло в 2023 году, мы уже ничего с вами не поменяем. Знаете, я опять же являюсь сторонником... Разобраться, как говорится, надо понять причины, а потом уже следствие. Причина-следственная связь, ее же никто не отменял. Даже если мы сейчас с вами будем разбираться, люди решение приняли, да, люди вышли, проголосовали, поддержали. Не, ну что-то же их подвигло на это. Я думаю, что в 2023 году они голосовали не за госпожу Гуцул, а за господина Шора, за то, что говорил господин Шор, общаясь с избирателями ГГУской автономии на встречах с госпожей Гуцул. Потому что практически все встречи, которые происходили у госпожи Гуцул в ГГУской автономии, постоянно на этих встречах господин Шор говорил о том, что вот я беру на себя ответственность. Но он даже в стране физически не присутствовал. Да, да, да. Он говорил с экрана о том, что я беру на себя ответственность за все те обещания, о которых сейчас говорит госпожа Гуцул. Я обещаю, что я все эти обещания исполню. Он это говорил. Наверное, люди ему поверили, что он возьмет на себя эти обещания, выполнит. Обещания, наверное, были очень интересны для людей. Давайте так. Людям хотелось, наверное, верить в то, что он все эти обещания выполнит. Наверное, поверили в эту мечту и прошли и проголосовали. А вот смотрите, я недаром перечислил имена и должности других кандидатов, вот семь кандидатов. Депутат народного собрания, депутаты, да, бывшие главы региона, то есть люди, которые имеют определенный опыт, депутат парламента бывший. То есть это люди, которые обладали и обладают определенным административным и политическим опытом. А тут человек вот вообще, то есть вы говорите, что это выбор народа. Но я думаю, мне, как и многим нашим зрителям, хочется понять, так же, как вы сказали, гагаузский казус, его нужно изучать. Почему сделали ставку жителей гагаузской автономии именно на человека вообще без абсолютного опыта и только потому, что им пообещал господин Шор с экрана? Вот в чем, на важное, все-таки я понимаю, что вы как политик, вы, как говорится, стараетесь обойти вот эти, как говорится, острые углы, но вот как человек, вы можете мне сказать, почему, как это могло произойти? Вы, кстати, по-моему, если я не ошибаюсь, поддерживали господина Крайтора, да? Да. То есть у вас был какой-то резонный выбор. Почему именно вы его поддерживали? Ну, господин Крайтор не вышел во второй тур, это первое. Второе. Наверное, избирательная кампания госпожи Гуцул была самая яркая. Наверняка она была самая эмоциональная. Наверное, так, потому что как бы... А в чем яркость? Вот объясните мне. Красивое платье? Красивая речь? Я думаю, что... Спешрайтер подготовил? Ну, есть много пиар-ходов, давайте так скажем, во всех избирательных кампаниях. Наверное, много было проинвестировано в ее избирательную кампанию, наверное, в какие-то такие элементы, которые бы затрагивали душу и мысли наших избирателей. Наверное, было что-то необычное. Вы сейчас говорите именно о политических технологиях. Я говорю о технологиях. Именно о политических технологиях. Сегодня политические технологии достигли такого уровня, когда люди идут, голосуют эмоционально. Не осознанно, а эмоционально. И приоритетом для них являются, наверное, не опыт. Вот в кампании, наверное, 23-го года для людей было важно, наверное, не опыт, раз они выбрали человека неопытно. Наверное, было что-то использовать. Ну, вот я среди моих знакомых и друзей большое количество гагаузов. Вот я очень дорожу этой дружбой с этими людьми. Гагаузы, они особые. Вот нельзя сказать. Вот у них есть свои черты. Это очень мудрые люди. Это народ, который просто так сказать не проведешь. И при этом вот так вот взять, повестись, прошу прощения за такой, значит, сленг, на какие-то бантики, не знаю, фантики. И элефантики здесь, кстати, если провести по поводу, как вы сказали, инвестиций, да. То есть я так понимаю, что, может быть, шла речь и о деньгах на каких-то прямых. Потому что рекламные кампании это стоит денег. Мы понимаем, да. Вот Америка есть пример того, что когда у них там праймерис, когда вот, значит, привыборная кампания, то американцы запасаются фигурально попкорном и смотрят на вот это шоу этих кандидатов. К чему это приводит в результате геополитики? Ну, каждый пусть решает сам. Но в Гагаузе компактное проживание людей, которые друг друга знают. Я разговаривал перед выборами с несколькими своими друзьями-гагаузами. Они говорят, что нет, вообще никто не называл этого. Я говорю, кто вот? Вот этот сначала, у этого есть опыт, а, возможно, даже этот вернется. Потому что у него опыт, он знает, и как бы ему могут доверить. И тут раз тебе, как говорится, как джокер, знаете, вот так вот карта такая выбрасывается. Сложно понять. Сложно? Вот я поэтому и пытаюсь понять. Мне тоже сложно понять. Я участвовала три раза в избирательных кампаниях на должность главы Гагаузской автономии. Это был 2010 год. В 2010 году мне не хватило 340 голосов для того, чтобы войти во второй тур. Это был мой первый опыт. Это был первый опыт в Гагаузе, когда участвовала в кампании женщин. И тогда тоже было очень удивительно то, что Гагаузы могут, патриархальное сообщество может проголосовать за женщину. В 2015 году выбрали женщину с первого тура. Нам так кажется, как так произошло. Ну, значит, в 2015 смогли достучаться. В 2010 смогли достучаться. Это логика того, что если прежний башкан был успешной женщиной, то есть в вашем лице, то почему бы следующее тоже не было бы? Это тоже был один из элементов, потому что 8 лет в регионе была стабильность. 8 лет в регионе было ясное понимание. Люди понимали, куда их ведет лидер региона. В регионе реализовывалось очень много проектов. В регионе было много программ, которые были направлены на то, чтобы жители автономии не уезжали из страны. Мы направлены на то, чтобы повысить уровень рождаемости. Была очень серьезная социальная поддержка всех категорий граждан автономии, начиная с момента рождения ребенка, завершая людей в возрасте, пенсионеров, которые получали ту же поддержку из регионального бюджета. Но то, что вы второй тур выиграли с таким большим отрывом фигурально, это говорит о том, что первый ваш срок Башкана был достаточно успешный, потому что люди для вас проголосовали. Вот скажите, пожалуйста, а вот почему вы не присутствовали на инаугурации госпожи Гуцул? Я уже об этом и говорила, меня не пригласили. Меня не пригласили на инаугурацию, поэтому, к сожалению, я к сожалению не потому, что меня там не было, потому что у нас была хорошая традиция, которую, допустим, я ввела в 2015 году, когда вступала в должность, я пригласила Михаила Макаровича Формузала, своего предшественника, он пришел на инаугурацию, он выступил тогда на моей инаугурации. Это был очень красивый переход власти от одного Башкана к другому, он выступил, поблагодарил избирателей, жителей региона. Потом я выступила, уже запустила свою деятельность. Это был красивый такой переход. Ну, действующие руководители региона, наверное, посчитали, что какие-то другие правила у них будут. Они выбрали другой путь. То есть, я просто вот, мне это безусловно интересно. То есть, с вами даже никто не связался? Нет. Не поговорил? Нет. Никто не связался. То есть, это такой, как говорится, игнор, да, как сейчас можно говорить? Давайте так, я не знаю, что это было, да, я не выясняла, я никому не задавала этот вопрос. Я всегда уважительно отношусь к тем или иным решениям. Если они так посчитали, что инаугурация нового Башкана должна проходить без инаугурации Башкана, который завершает мандат, ну, это их решение. То есть, я всегда уважительно к этому отношусь. Я не осуждаю. Каждый поступает так, как считает нужным. И игнор был это, либо не игнор. Я не хочу давать этим событиям оценку, потому что, ну, такое было как бы решение. Я бы поступила по-другому, да, вот это было бы мое решение. Мы в этой жизни сами принимаем решение. Всегда нам ни на кого не надо обижаться. Ну, я бы так не сказал, потому что обстоятельства на нас очень сильно влияют. Конечно, но мы можем тяжелые обстоятельства обойти мудро, либо наоборот, мы можем столкнуться лоб в лоб с этим обстоятельством, пустить руки, сдаться и сделать историю абсолютно некрасивой и неинтересной. Она нас смотрит люди. И здесь, знаете, как от каждого нашего слова, от каждого нашего поступка зависит, как наши люди будут себя чувствовать. Они будут гордиться своими лидерами, либо они будут разочаровываться своими лидерами. Я всегда считаю, что лидеры должны показывать хорошие примеры. Лидеры в стадии должны показывать своему народу хороший пример для того, чтобы его жители, его избирательности, я говорю, ой, как хорошо, что мы так выбрали достойного человека, так хорошо, что мы выбрали мудрого человека. Мы за спиной у этого человека чувствуем себя хорошо, комфортно. Вот тогда, когда ты слышишь от своих жителей, что они гордятся тобой, ты понимаешь, что ты силен. Потому что сила любого политика в доверии тех людей, которые тебя выбирают. Поэтому я всегда стараюсь... Ну, доверие основывается на чем-то всегда, правильно? Абсолютно, конечно. Я поэтому всегда стараюсь не давать негативных оценок действующему руководству автономии, потому что я не хочу, чтобы люди разочаровывались в том, что лидеры должны между собой склотничать, лидеры должны между собой комплектовать. Мне кажется, что нам нужно укреплять авторитет власти. Не только внешне, конечно, и изнутри. То есть мы должны показывать хорошие примеры взаимного уважения. А мы должны показывать примеры умения находить диалог, правильно принимать решения, взвешенные решения давать людям. Мы не имеем права выходить перед людьми, пожимать плечами и говорить, ой, я не знаю, как с этой ситуацией справиться. Люди от нас ждут какой-то конкретики, люди ждут от нас ясных, четких решений, благодаря которым у самих людей не будет проблем. Да, у нас лидеров могут быть проблемы. Мы должны себе где-то наступить на горло. Мы где-то должны свое «я» либо «эго» убрать в сторону. Мы должны думать не о своем личном интересе, мы должны думать об интересе наших людей. В этом сила лидера. Не все умеют, не все обладают этими качествами. Согласен. А вот вы можете в интересах, как вы сейчас говорите, региона, вот сейчас я просто коротко, кратко, хронологию событий, как они развивались, дать свой совет именно опыта. Потому что мне важно именно, не слово «экспертное», в данном случае ваш опыт политический и работы Рига. Смотрите, как развивались дальше события. Да, народ принял свое решение гагаузский. Да, избрал госпожу Евгению Гуцу. Дальше что было? Значит, оппозиция обвинила власти страны в попытке отменить итоги выборов в Гагаузии. Провела 21 мая митинг в Камрате. 27 мая Народное собрание Гагаузии провело съезд депутатов, где приняли резолюцию, которая требует от президента, парламента, правительства, республики закрепить статус автономии в Конституции, а также привести законодательство страны в соответствие со статусом Гагаузии и, цитата, прекратить незаконную практику центральных властей по блокированию реализации автономии полномочий, установленных законом об особом правовом статусе Гагаузии. В итоге, в июле госпожа Гуцул была приведена к присяге именно в Камрате. И с этого момента официально приступила к работе. А что произошло дальше? Дальше есть разговоры. Я сейчас просто говорю, что с госпожой Гуцул провели несколько бесед, намекнув ей, что она должна отказаться от своей должности, иначе на нее может быть возбуждено уголовное дело. Я сейчас говорю, что это разговоры, то есть это не истинно последние танцы, мы не знаем, что, значит, может быть, когда-то госпожа Гуцул или наши правоохранительные органы об этом расскажут. Но позже стало известно все-таки о возбуждении против нее уголовного дела за превышение полномочий или служебных обязанностей. И вот буквально на днях, два или три дня назад, в одном из телеэфиров, глава прокуратуры антикоррупции Вероника Драгелин заявила, что, цитата, «уголовное дело о незаконном финансировании выборов Башкана Гагаузии, в котором фигурирует Евгений Гуцул, будет передано в суд на следующей неделе». То есть на следующей неделе, уже в апреле, мы будем знать, что там будет дальше проходить. Вот скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот как будут развиваться события, если, например, суд признает Евгению Гуцул виновным? Вот что будет дальше? Я вообще не знаю, о какой в моем деле идет речь, я не знаю, какой там был... Ну вот говорится, что незаконное финансирование выборов, то есть там что-то связано с тем, что партия Шор вне закона, это считается у нас не конституционной партией, хотя там сейчас идут, надо признать, апелляции, значит, и вопросы, я думаю, выйдут все равно на уровень европейских структур. Безусловно, эта практика у нас уже такая молдавская есть, если внутри страны не могут договориться, но, значит, это незаконное формирование. Прямым текстом некоторые руководители нашего государства говорят вообще, что это финансирование при помощи бандитской группировки, то есть я сейчас говорю дословную цитату, да, то есть на самых разных уровнях звучат. То есть фактически незаконно, то есть уголовное дело есть. А что будет дальше? Я не знаю, о чем говорите вы, мы не знаем, какое там уголовное дело, мы имеем факты. Госпожа Гуцулу была избрана руководителем региона, судебные инстанции утвердили ее мандат. Если были бы какие-то мотивы для того, чтобы был какой-то вопрос, как вы говорите, незаконного финансирования и так далее, и так далее, то с моей точки зрения органы правоохранительные должны были в момент утверждения мандата Башкана Гагаузии представить те или иные данные для того, чтобы определиться, надо утверждать этот мандат, либо не надо. С учетом того, что мандат госпожи Гуцул был утвержден, значит, на тот момент не было ни доказательств, ни фактов, ничего подтверждающих незаконное финансирование компании. Как вы говорите, я сейчас говорю о том, о чем говорите вы. Да, ситуация, я не знаю, по какому поводу, если вдруг у них есть какие-то факты, будет возбуждено уголовное дело, материалы будут переданы в суд, будет какое-то решение, во что, честно говоря, я особо не верю, потому что мы можем в последнее время видеть очень много деклараций со стороны руководства нашей страны, они всех называют чуть ли не не уголовниками, людьми, которые нарушают законодательство, не имея никаких законных оснований. То есть есть презумпция невиновности, а руководители страны, руководители партии ПАС, они уже навешивают ярлыки. Поэтому я не хочу сейчас переливать из пустого в порожнее. Когда есть приговор, мы можем говорить о чем-то конкретном. А когда кто-то не совершил свою работу, допустим, госпожа Трагалина, она не завершила никакое дело, говорит о том, не представила его сообществу, не объяснила, по какому факту, какие есть доказательства, чтобы мы могли сейчас с вами какую-то конкретику обсуждать. Я даже не вижу смысла их заявления проговаривать, потому что на протяжении этих трех лет, более трех лет, мы видели много раз, когда госпожа Санду делает те или иные заявления в отношении оппозиционных сил, либо в отношении тех партий, которые, по ее мнению, незаконно финансировались. Но вот до конца мы еще не видели ни одного какого-то конкретного решения, подтверждающего их заявление, заявление тех, кто находится во власти. Поэтому как юрист, как доктор права, считаю неправильным преждевременно давать какие-то оценки, либо что-то объяснять людям, не понимая, я сама не знаю, о чем идет речь. Мне кажется, сегодня, кроме госпожи Драголины, того прокурора, который занимается этим вопросом, никто не сможет, наверное, нам все это объяснить. Но если говорить с политической точки зрения, то надо дать, конечно же, этой ситуации следующую оценку. Когда начинают бороться с выбором народа и искать различного рода уловки, механизмы, использовать законодательства, административные инструменты, институты власти для того, чтобы в отношении кого-то возбудить уголовное дело, потому что он им не нравится, либо потому что он представляет другую партию. Но это показывает только слабость власти, знаете, с моей точки зрения. У меня тоже был период, когда в отношении меня были возбуждены уголовные, три уголовных дела. Это был 2018 год, это тогда, когда партия демократов находилась во власти. А вот в этом месте поподробнее. А какая статья? Я сейчас даже не могу вам сказать. Там было три уголовных дела. Они были возбуждены по факту. И когда в 2019 году правительство демократической партии ушло в отставку, эти уголовные дела были прекращены в связи с отсутствием составов преступления. То есть это были заказные уголовные дела. А кто заказал их? Ну, наверное, тогда те, кто находились во власти. То есть вы говорите сейчас о временах правления Плохотнюка? Да, это был конец 2018, начало 2019 года. Это было связано с подготовкой к избирательной кампании Башкана Гагузи на 2019 год. То есть ваш второй срок? Да, мой второй мандат. Тогда партия демократов имела своих кандидатов на должность Башкана Гагузи и создавала преференциальные, как говорится, условия для своих кандидатов. Они понимали, что в честной борьбе они никогда не смогут выиграть у меня выборы. И поэтому они использовали нечестные инструменты. У них было несколько вариантов. У них был вариант один, что они возбудят уголовное дело в отношении меня и либо не допустят меня к избирательной кампании в 2019 году, либо когда я выиграю выборы в 2019 году, они не утвердят результаты. И для этого им нужны были вот эти надуманные уголовные дела для того, чтобы ликвидировать. А вам кто-то на это намекал? Ну, в том, что на вас откажитесь от избирательной кампании. Это были открытые заявления, это было открытое давление. То есть я тут нахожу какие-то параллели, вам не кажется? Выборы 2019 года Башкана Гагузи переносились в три раза. То есть сначала планировалось, что они будут в феврале, потом планировалось, что они будут в марте, потом чуть ли не за неделю до начала кампании перенесли дату на май, и потом перенесли дату на июнь. В общем, выборы переносили, и выборы проходили 30 июня, а дата была назначена специально для того, чтобы не было выхода, чтобы люди не вышли 51%, чтобы выборы не состоялись. Только какие уловки не использовали, ну, со мной боролись. Боролись достаточно жестко. Они просто не понимали одну вещь, что за мной был народ, люди мне очень сильно доверяли, и им на самом деле не к чему было придраться, у них не было абсолютно никаких фактов и дел. Ну, надумывалось. А то, скажите, те уголовные дела закрыты? Да, они были закрыты сразу после того, как демократы ушли в власть. Скажите, а на данный момент на вас есть возбужденные уголовные дела? Нет никаких возбужденных уголовных дел, но желание о власти что-нибудь в отношении меня придумать, конечно, есть. Вы же знаете эти истории про мои пиджаки. Нет, ну вот про пиджаки это отлично, говорится, женщины любят обсудить. Больше ничего нельзя было придумать после восьмилетнего правления, знаете, когда люди там управляют. То есть, но реально сейчас уголовных дел не возбуждено? Нет, но они пытались из этого сделать уголовное дело. Они провели так называемое журналистское расследование, отправили в эту структуру они для того, чтобы через они, наверное, надавить, чтобы было возбуждено уголовное дело. Ну, они не нашел ни одного факта, подтверждающего какую-то мою вину, там, или какие-то нарушения с моей стороны. Поэтому не удалось. Но это не исключает, что Майя Григорьевна не продолжает находиться в поиске, потому что я знаю, не следят. Ирина Федоровна, я вынужден вас прервать, а вот о Майи Григорьевне и ее поиске мы поговорим после нашей очередной рекламы. Не переключайтесь, реклама пройдет быстро. Мы вернулись после рекламы. Напомню, что вы смотрите на канале Н4, ток-шоу «Без галстуков» с Александром Стахурским. Сегодня у меня в гостях бывший башкан Гагаузии Ирина Федоровна Влах. Говорим мы о ситуации в Гагаузском регионе. Сейчас мы эту тему больше расширим. Если по какой-то причине вы не смогли, не успели посмотреть первые две части программы, вы сможете это сделать через несколько часов на канале Н4 на Ютьюбе, либо на Фейсбуке также канала Н4. Ирина Федоровна, вот в прошлом году вы опубликовали свою книгу, правильно? Издали. Издали, да, свою книгу, которая называется «Моя профессия политик». Да. Когда я увидел в городе лайтбоксы и билборды с этой книгой, я сначала не поверил своим глазам. Вот это я вам свою эмоциональную реакцию говорю. И я так, Ирина Влах, мемуары? И сразу у меня один вопрос возникнет. Не слишком ли рано для мемуаров? Скажите, пожалуйста, вот не слишком ли рано для мемуаров? Скажу мнение издателя, с которым я работала. Я работала с издательством «Бестселлер». И когда я пришла к нему со своими рукописями и начала с ним обсуждение издания книги, мы с ним встретились через несколько дней, я оставила у него все. И через несколько дней встретились, и он говорит, я хочу с вами работать. Я ему задала вопрос, почему? Он говорит, вы знаете, мне очень хочется, чтобы наш политический класс Республики Молдова взял с вас пример. И мне очень хочется, чтобы, я его цитирую, чтобы наши политики как можно больше о себе рассказывали. Но не рассказывали о себе в пенсионном возрасте, когда у них уже нет дальнейшей политической карьеры. А чтобы они делились с нашими людьми в то время, когда у них есть еще планы на будущее, когда они еще хотят участвовать в тех или иных политических событиях этой страны, для того, чтобы нам, жителям этой страны, было легче понимать, кто эти люди, которые находятся в политике, где они родились, кто их родители, кто те люди, которые их характер формировали, через какие они ситуации в жизни прошли, которые сделали их сильнее, а может быть их сделали слабее. Чтобы эти истории были честными и чтобы они были искренними. Потому что для меня одним из принципиальных вопросов было в том, чтобы быть максимально искренней в этой книге и максимально честно все возможные истории, которые я могла о себе рассказать, чтобы они были написаны в этой книге, чтобы люди в республике Молдова могли напрямую прочитать, чтобы у них сформировалось мнение о человеке, не исходя из избирательного листочка, где написаны сухие цифры, данные биографически. Родился, учился, женился, дети, работал там-то, там-то, выбрал человека. И пришло год, четыре года, и оказалось, что ты разочаровался в нем, потому что у тебя четыре года назад были ожидания. Ты видел красивую картинку, как вы говорите, да? Ты увидел красивое лицо, возможно, а оказалось, что на деле человек, допустим, безответственен, человек непрофессионален, не имеет видения, понимания того, что такое миссия лидера. Либо наоборот, чтобы ты обрадовался в этой ситуации. Это была цель и задача ввести новую культуру, новую политическую культуру, позволить жителям нашей страны по-другому начать относиться к политическим лидерам, по-другому относиться в целом к политике, убедить людей, что политика – это не грязное дело, потому что у наших жителей, вы знаете, уже вот такое устоявшееся мнение, что политика – это грязное дело. А у меня совсем другое мнение. А вы так не считаете? Нет, я так не считаю. Я считаю, что политика – это искусство и наука управлять. Управлять людьми, управлять процессами, уметь находить диалог, уметь находить компромисс. Да, политический класс еще наш не такой, а да. То, о чем я сейчас говорю, это как бы такое внутреннее мое видение и понимание, какой должна быть политика в Республике Молдова. Наверное, еще долго надо будет воспитывать наш политический класс. И в этом плане наши люди должны взять на себя ответственность. Они должны понимать, что они не только отдали свой голос и потом им не с кого спросить. Наоборот, они отдали свой голос, и на протяжении этих четырех лет они могут спросить, а вот вы об этом говорили, а вы вот это обещали, а вы это не делаете. А вы говорили на том языке, на котором нам ясно и понятно, а пришли к должности и перестали говорить, допустим, на этом языке. То есть эта книга — это становление, знаете, вот это становление личности, это отношение, открытое отношение и понимание к тем или иным вопросам. В этой книге есть много ответов на разные вопросы, которые интересуют всех наших людей, независимо от того, о каком политике на самом деле мы говорим. И плюс для меня очень важно было, чтобы эту книгу прочитали молодые девушки, да, и переняли определенные уроки, и что на самом деле в обществе нашем очень много стереотипов, в обществе нашем люди привыкли всех друг друга обвинять в каких-то вещах, но у каждого человека есть своя жизнь, есть своя судьба, он ее строит сам, и не надо бояться идти по своему личному пути. Плюс мне очень хотелось, чтобы много молодых людей прочитали эту книгу и захотели заниматься политикой. И чем больше будет порядочных людей, честных людей, открытых людей, дисциплинированных, ответственных профессионалов заниматься политикой, а тем быстрее политика поменяет свое лицо. Ну, я не ставлю оценки, да, как говорится, вы высказали свою точку зрения, но мне кажется, что как-то вы очень сильно идеализируете, особенно, мягко говоря, идеализируете молдавскую политику, потому что все, что люди видят сейчас на протяжении многих лет, и мы уже первую часть нашей программы об этом говорили, это во многом, во многом, к сожалению, очень много грязи. Настоящей, вот я просто говорю, в данном случае, немножко эмоционально, но грязи. Знаете, в чем наша проблема? В том, что мы живем в прошлом. Вот наш политический класс, в основном, они живут в прошлом, потому что они, приходя во власть, они занимаются тем, что разбираются со своими предшественниками, да, либо они занимаются борьбой с оппозицией. Вместо того, чтобы придя во власть, они говорили о будущем, они строили планы, они определяли курс внутренний и внешний этой стороны, они давали цель всему сообществу и создавали условия для того, чтобы люди были более патриотичны, чтобы люди хотели жить достойно и власть создавала, как бы, чтобы все, и общество, и политический класс занимался будущим, а не тем, чтобы в песочнице разбираться, ты мне это сказал, я тебе это ответил, ты вот это сделал, ты не это сделал. То есть вот эту культуру, ее надо привнести в сообщество. Да, я, возможно, оптимист, да, возможно, я идеализирую, но я верю в то, что это можно сделать, и чем больше у меня будет единомышленников, тем быстрее мы эту ситуацию сможем поменять. Окей. Все-таки мемуары не совсем точная формулировка, на мой взгляд. Нет, это автобиография. Это автобиография. Да, это автобиография. Потому что мемуары как раз там, где уже острых углов не обходят, то есть когда уже на самом деле люди рассказывают, как говорится, внутреннюю кухню каких-то процессов, которые, как говорится, ну, в вашей книге я ее прочитал, я не нашел. Спасибо большое. Да. Но вот смотрите, я вам сейчас вот как раз задам уточняющий вопрос. Из того, что я прочитал много, я как бы черпал из, ну, он говорит, новостной ленты на протяжении многих лет, есть некоторые моменты внутренней биографии, и кто захочет, он может действительно ознакомиться с этой книгой, прочитать ее. Это не в качестве рекламы, просто вы там говорите, вот как вы видите свое становление. Вот смотрите, в вашей книге меня заинтересовал вот один очень интересный, на мой взгляд, момент, где вы пишете про строительство спортивного стадиона, который был построен фактически по инициативе президента Турции господина Эрдогана. Там, значит, история, когда он приземлился на старый стадион и немножко вертолет там разбросал шифер, и он, значит, сказал, я тут вам насорил, намусорил, значит, это достаточно интересный. Поле повредил. Да, поле повредил. Ну, чем могу я, как говорится, сгладить свою вину? Хотите, я вам построю, как говорится, новый стадион? Ну, безусловно, такой возможностью надо пользоваться. Как говорят не турецкие братья, а китайские, говорят, дороже удачи. Есть такое выражение. Хорошее выражение. Да, дороже удачи. В политике, кстати, отличное выражение. Но, значит, размеры построительства этого стадиона, сейчас немножко нашим преамбулу такую, значит, зрителям, требовали дополнительных площадей, которых не хватало. Необходимо было найти выход из данной ситуации. И вот я тут вас цитирую буквально. По соседству со стадионом располагался участок земли с ветким зданием давным-давно не работающего кафе. Он принадлежал организации МОЛДКОП и вместе со стадионом составлял те самые необходимые 4 гектара для строительства новых сооружений. В глубине души таилась надежда, что потребкооператоры подарят автономии этот участок. Ведь стадион строится для всех восклицательных знаков. Для детей и взрослых, для спортсменов и болельщиков, для престижа региона, наконец, восклицательный знак. Ноу, разве это не предмет гордости, внести свою лепту в общее дело? Вопросительный знак. Увы, оказалось нет. Как не уговаривала я владельцев участка, деньги оказались сильнее. Нам пришлось выкупить землю, потратив из бюджета около миллионов леев. Конец цитаты. Как вы можете прокомментировать данный цитат? Во-первых, мне интересен процесс. Как вы уговаривали, как в мемуарах, как вы уговаривали этих людей подарить автономии их недвижимость? То есть, что там стояло, неважно. Это как можно вспоминать разные сказки, допустим, про Чаполина. Помните, там был домик у его одного дяди, которые все не могли его объехать. Почему они должны были это подарить? Мне вот этот вопрос возникает. Почему? Все очень просто. Давайте. Все очень просто, потому что я вспоминаю этот день. 18 октября 2018 года. Это солнечный, красивый. Приехал к нам президент Турции. Мы в этот день открывали новый детский садик. Мы открывали построенный с нуля, что вы понимали. Новый дом для престарелых. Мы открывали школу искусств. Мы открывали новую больницу, полностью укомплектованную современным оборудованием. Это был день счастья, наверное, для нашего народа, потому что столько подарков было подарено. И вот это хорошее настроение, которое было у нас, оно было передано господину президенту. И он действительно сказал о том, что я построю вам стадион. Я вначале не совсем поверила, но когда действительно приступили к обсуждению этого опроса, я хочу остановиться на самом главном. Президент 80-миллионной страны, он принимает решение о том, чтобы взять деньги своих турецких налогоплательщиков, и построить где-то там в Европе, в маленькой республике Молдова, в еще меньшей гагаузской автономии, стадион. Стадион на 4,5 тысячи посадочных мест. Современный стадион. Рядом крытый зал для... Ну, современный, да. Современный зал и так далее. И это вот многомиллионный проект, это просто подарок. Тут оказывается, что есть маленькая заминка. Понимаете? Это вот избушка на курьих ножках, которой никто никогда... Уже много лет никто не... Оно было неработоспособным, нерабочим, да. И мне казалось бы, что люди, которые проживают на этой земле, у которых здесь живут дети, у которых здесь есть внуки, у которых ассоциируют свое будущее, будущее своих детей с республикой Молдова, для них будет счастье сделать какой-то маленький подарок для этого народа. И я, когда пригласила руководство местного ГГУ-скопа, я им сказала, вы представляете, у нас будут строить стадион, нам его подарят. Я так это эмоционально говорила, потому что, ну, где такое счастье, на самом деле, сваливалось. Мы бы, наверное, ну, лет 50 себе за счет ГГУ-ского либо молдавского бюджета не смогли бы позволить строительство такого шикарного стадиона. Я думала, что такие же мысли, такое же настроение, такая же эмоция должна была охватить буквально всех, кто может быть задействован в реализацию этого проекта. И когда мне сказали, на меня смотрят, и мне говорят, да, хорошая идея, миллион. Я говорю, что миллион? Миллион стоит вот это, это не земля стоила, это стоила вообще вот эта как бы избушка. И наша дискуссия длилась, может быть, еще минут 20, и я поняла, что я нахожусь перед выбором. Либо мы из бюджета автономии выделяем этот миллион и не теряем весь проект, который нам дарит турецкая сторона, либо мы входим в конфликт и получаем, не приобретаем эту избушку на курьих ножках и получаем только лишь стадион на 4,5 тысячи мест, но не получаем закрытые. Я так понимаю, что стоимость данного надела земли была сильно преувеличена по местным масштабам? Земля не продавалась, земля была примариевская. Речь шла именно о сооружении. Речь шла просто о сооружении, которое не функционировало много лет, поэтому у меня и было возмущение. Это сооружение МОЛТКОП мог спокойно снести на самом деле. И вообще никакие затраты, наверное, нужны были только лишь на снос. Власти не могли региональные, либо местные вмешиваться в... потому что это была собственность. Ага, то есть это была земля... А земля была примариевская, да. А, то есть это земля была муниципальная собственность. Ага, но сейчас просто очень важно понять, вот лидер 80-миллионной страны дарит, и вот руководитель определенной организации, который мог бы такой жест, знаете, для тоже народа своего сделать, но вот этот жест не был сделан, опять же, это ситуация, которая достаточно показательна. Это, опять же, показывает, как лидеры, как руководители относятся к тем или иным вопросам, насколько глобально они пропускают через себя это, насколько они думают о будущем, либо думают о каком-то мелком, конкретном там, своем личном интересе. А вот пример, допустим, Эрдогана, это очень мощный пример для руководства, допустим, нашей страны, потому что он и многие другие лидеры у нас строил, и президент Алиев в регионе школы искусств, культурно-образовательный центр, у нас президент Туркменистана строил, значит, детский садик, у нас и правительство Румынии строило новый корпус для лицея именинску и много-много других. У нас мало времени, я просто, у меня есть вопросы. И все бесплатно. Да. А ни одного ли я в долг и ни одного кредита за 8 лет. Окей. Ну, вот вы уже мне раскрыли раньше скобки, вот в нашей беседе, но в вашей книге я еще обратил внимание на одну фразу, где вы сказали, миром движут романтики, что ни говори. То есть это, конечно, от человека, который назвал свою книгу, говорится, что он профессиональный политик, значит, и вы действительно так считаете, что романтики движут мир? Абсолютно. Абсолютно. Я в этом просто... Как говорится, идем дальше, потому что прагматизм, который мы уже упоминали, как говорится, здесь... Я просто сейчас, у меня несколько вопросов, которые я хочу уже не поднимать, потому что время у нас все-таки уходит. Скажите, пожалуйста, какие у вас взаимоотношения с Владимиром Николаевичем Ворониным на данный момент? Мы давно не общались с ним. С какого года помните? Да, конечно. 2014-й. Это 10 лет? Да, это 10 лет. Это был конец 2014-го года, это был декабрь 2014-го года, когда я попала в парламент по спискам партии коммунистов, и было первое заседание парламента 2014-го года, оно проходило 30 декабря, хорошо помню этот день, и еще не были сформированы фракции, и я вышла с пресс-конференции, заявила о том, что я не войду во фракцию коммунистов. То есть, я правильно понимаю, что он вам просто не простил того, что вы... Да, я думаю, что он убедился, наверное, очень сильно. Вот, и вот... Ну, я готовился к передаче, я спрашивал бывших ваших как это, коллег по фракции, сказали, что да, Воронин считает, что Ирина Влах предатель, до сих пор он так считает. Вот, мне был такой ответ дан. Ну, это позиция Владимира Николаевича. Не-не, я просто говорю. Да, он так считает, и я опять же... А вы пытались с ним выйти на контакт? Да, когда в должности, вот, в 8 лет, сколько я была в должности, я постоянно отправляла ему поздравительные письма, я постоянно отправляла ему приглашения на абсолютно все мероприятия, которые мы проводили у нас в регионе. То есть, я со своей стороны думаю, что была максимально открыта и делала много шагов на встречу Владимиру Николаевичу. Я и до сих пор отношусь к нему с большим уважением. Я благодарна ему за ту возможность начать свой политический путь, потому что я в политику пришла благодаря ему и партии коммунистов. Я 10 лет была депутатом Молдавского парламента, я многому у него научилась. Его опыт, который мы впитывали, когда были в его команде, очень серьезно мне помог в период управления ГГУской автономией. А то, как он отнесся к моему поступку, это его решение. И поэтому я всегда говорю, что в этой ситуации я не могу кого-то осуждать, либо делать какие-то выводы. Он считает так, как он считает. У меня своя точка зрения. То есть, это нормально. Я вот хочу сейчас вернуться к вашим очень хорошим взаимоотношениям с представителями, с руководством Турецкой республики, господином Эрдоганом. Я понимаю, что вы знаете прекрасно, наверное, администрацию, министров различных. Вы сейчас поддерживаете какие-то вообще отношения? Конечно, да. Вот скажите, пожалуйста, вот если вы поддерживаете с ними, наверняка у вас остались там какие-то контакты, по которым вы знаете или не знаете. Что вот говорят, что господин Плохотнюк нынче проживает на территории Турции. Вот из своих инсайдерских источников вам что-то об этом известно? Нет, мне ничего не известно. То есть, вы не знаете? Я вопросы Плохотнюка не обсуждала с господином президентом и с его окружением. Не, не, ну я не знаю. У меня это, есть кому заниматься этим вопросом. Меня всегда волновало отношение Турецкой республики к моему народу, волновало отношение Турецкой республики к республике Молдова. Мне очень важно было, чтобы отношения между нашими странами были хорошие и теплые, потому что Турция достаточно активный игрок на мировой арене. И это щедрый игрок, который много серьезных проектов реализовал в нашей стране, и не только в ГГУской автономии. И чем крепче наши отношения будут между странами, тем больше инвестиций и поддержек наша страна бы могла получить в это непростое время. Вот вы были членом правительства республики Молдова, если не ошибаюсь, с 2015 года, кажется. Да, 8 лет. То есть, это сколько примеров вы, как говорится, пережили, так если фигурально можно сказать? 10 примеров. 10 примеров. А с кем из них наиболее комфортно вам было работать? Да я не человек, который ищет комфорта. Нет, ну все равно. С кем я работала, давайте будем, наверное, к... Ну это будет долго просто. Нет, я другое хочу сказать. Работала, имеется в виду, с кем был диалог, с кем была рабочая повестка и с кем мы решали вопросы. Ну да, эффективно работали. Вот проще из этих 10 назвать тех, с кем не получилось. Вот не получилось, допустим, с госпожой Санду, когда она была премьер-министром, она входит в число этих 10. Не получилось с господином Ричан, который является сегодня действующим. А с госпожой Гаврилицей, руководителя самого лучшего за всю историю Молдовы правительства? С госпожой Гаврилицей, по крайней мере, у нас был диалог, у нас была 15-минутная встреча с ней в ноябре месяце 21-го года. Она дважды приезжала в ГГУскую автономию, у нее были визиты. Она приезжала, мы вместе открывали дорогу и еще был у нее один визит. То есть если сравнить, допустим, Санду и Ричана, госпожа Гаврилицей из них троих была самая открытая. Да, ей какие-то вещи не нравились, но она никогда не оскорбляла, в отличие от господина Ричана. Она никогда не прерывала это качество, которое, к сожалению, не наделен господин Ричан. Вот это как бы было. И вот два премьера, госпожа Санду и господин Ричан. Скажите, пожалуйста, я, например, помню, я не помню по какому поводу, но вот я смотрел некоторые выдержки из эфиров правительства, одни, собственно, но я не могу давать оценку здесь в эфире, но было очень тяжело смотреть на поведение действительно. И вы сказали в одном из комментариев, что у господина Ричана отсутствует политическая культура. Я при этом хочу спросить вас, а как менеджер, как управленец, насколько он хорош? Слушайте, результат работы его правительства мы все видим. Я пока еще не слышала положительных оценок, да, и когда в твоем правительстве одни министры не знают, что делают другие министры, то есть по одному и тому же факту идут разные заявления от разных министров твоего кабинета, это говорит о том, что у вас внутри команды нет диалога, у вас нет общей какой-то концепции в работе. То есть, ну, давайте так, была определенная картинка, которую хотел создать господин Ричан. То есть он, вы хотите, что он знал, что идет запись заседания правительства, и он каким-то образом подыграл или сыграл, об этом вы говорите, картинка, правильно понимаете? Ну, и это в том числе, я к тому, что господин Ричан пытался, ему, видимо, кто-то там подсказывал, создать из себя какой-то определенный образ, наверное, жесткого такого руководителя, но на самом деле, когда ты не обладаешь такими качествами, когда все это надуманное вранье... Он не обладает этими качествами? Абсолютно не обладает. Только слабые люди могут себя вести так, как вел себя господин Ричан, по крайней мере, по отношению ко мне, либо по отношению к прессе, либо по отношению к тем судьям, чьи фамилии он называл в процессе... Это понятно. Скажите, а вот другие члены правительства, вот это вот поведение, как вы сказали, будем так говорить, с отсутствием политической культуры произошло на заседании правительства. Вот после этого кто-то из членов правительства к вам подходил или вы общались вот именно так вот, чисто по-человечески? Было какое-то у вас общение с другими членами кабинета? Я всегда искала... Потому что люди же видят, они сидят в одном ряду с вами. Да, я всегда искала общение, я всегда старалась с ними говорить, но, вы понимаете, у них такая... у них очень много страха внутри. А чего они боятся? Ну, я, наверное, думаю, что они боятся одобрения, либо неодобрения со стороны госпожи Санду. То есть, если вдруг кто-то из них построил бы со мной какую-то хорошую коммуникацию, да, либо мы какие-то реализовывали проекты, это бы очень серьезно разозлило госпожу Санду, и тогда они попали бы в немилость. Подождите, вы член кабинета министров? Это вы так воспринимаете, а должность... Нет, я просто понимаю, что это исполнительная власть, президент у нас отдельная власть, у нас есть конституция, мы же живем по закону, европейская интеграция и все, что с этим Я очень хочу, чтобы вы и ваши телезрители понимали одну простую вещь, что правительство Речина, это не правительство Речина, это правительство Санду, а парламент, ПАС, председатель Гроссу, это не председатель Гроссу, это председатель Майя Санду. Все назначения, все решения, они согласовываются с госпожой Санду, это ее люди, понимаете, это надо понимать. Я вынужден здесь поставить точку. И нельзя разделять, все ошибки, которые они совершают, это ее ошибки, это ее видение, они просто являются исполнителями ее прихоти. Ирина Федоровна, мы вынуждены уйти на рекламу, но вот на этой немажорной ноте мы поставим точку и продолжим после рекламной паузы. У нас последняя часть передачи впереди, оставайтесь с нами. Мы вернулись после рекламной паузы, у нас последняя часть программы, и вот во время рекламной паузы Ирина Федоровна говорит, я пытаюсь поднять вам настроение. На самом деле мы завершили прошлую часть программы В начале вашего разговора о вашей дружбе и любви с госпожой Санду, я вот сейчас хочу привести вашу цитату. «У действующего президента любви нет, ее не чувствуешь. Рядом с ней, как рядом с морозильной камерой. Дикий холод постоянно ощущаешь». Это ваши слова? Конечно. Слушайте, это прям снежная королева какая-то. Да, наверное, снежная, но не знаю, королева или нет. А вы в данном случае в роли Герды, прошу прощения, если следовать коронологии? Я в роли Ирины Влах, человека, который 19 лет в политике, который считает, что людей надо любить. Когда ты еще управляешь людьми, руководишь людьми, люди очень нуждаются в теплоте лидера, люди нуждаются в любви, в уважительном отношении. И, к сожалению, сегодняшний президент, наверное, разочаровал людей. Вот этот холод, который есть, это ее натуральное лицо. Скажите, а как растопить сердце госпожи Санду, на ваш взгляд, если следуя вашей формулировке? Вопрос не ко мне. Потому что госпожа Санду, это такой человек. Просто политтехнологам удалось в период избирательной кампании в 2020 году создать определенный образ. Они очень хорошо исследовали сообщество наше, и они создали образ на период избирательной кампании, который понравился. Либо который был чуть-чуть интереснее оппонента госпожи Санду в период кампании, чем спровоцировало людей прийти к избирательным участкам и проголосовать на нее. А вот эти четыре года, они показали ее настоящее лицо, ее настоящее отношение к людям, ее настоящее отношение к интересам страны, настоящее отношение к меритократии, как она говорила. То есть для нее не важно профессионализм ее команды, для нее важна личная преданность. Подождите, меритократия-то как раз подразумевает профессиональные качества того или иного сотрудника. Она об этом говорила в период избирательной кампании, а когда она вступила в должность, она об этом, в принципе, абсолютно забыла. И вы видите, кто в правительстве, это люди с какой-то такой биографией на таких важных должностях, прошли определенный путь, который бы укрепил их опыт, видение, отношения, который показал их как настоящих лидеров, людей, которые профессионально понимают, допустим, что происходит в системе образования, либо в системе здравоохранения. Люди, которые сегодня возглавляют эти направления, они назначены туда для того, чтобы централизовать власть, выстроить вертикаль власти, чтобы все, кто находится под министерствами, либо внутри министерств, зависели от желаний госпожи Санду, чтобы они служили ей. Вот я сейчас выезжаю в районы, и начальники отделения образования, управления образованием, они сейчас все исполняют обязанности. Проводится так называемая реформа в системе образования по лояльности. То есть ПАС сейчас будет определять, не в районном совете будут приниматься решения, кто будет возглавлять управление образованием, А в Министерстве образования у партии ПАС будет приниматься решение для того, чтобы в дальнейшем, в период кампании президентской использовать максимально административный ресурс и попытаться повлиять на решения людей, которые работают в системе образования. То же самое касается и здравоохранения других направлений. Вы как раз сейчас упомянули предстоящие осенние выборы, которые пройдут в этом году президентские. Судя по официальным и неофициальным социальным опросам, лидирует пока госпожа Санду. Если будет выбор, то по всей вероятности это, потому что мы не знаем других кандидатов, выйдет госпожа Санду и Игорь Дадон во второй тур. А какие у вас взаимоотношения со старым новым лидером партии социалистов Игорем Дадоном на сегодняшний день? С Игорем Дадоном вы имеете в виду какие отношения? Ну, я имею в виду, вы с ним поддерживаете отношения? Про Владимира Николаевича Воронина я услышал. Мы последний раз общались с ним, это, наверное, был 2021 год, если я не ошибаюсь. То есть, ну, два года точно не общались? Да, два года точно не общались. А в чем причина? Вроде левые взгляды во многом. В чем причина? Почему вы не общались? У нас есть сотрудничество и взаимоотношения с партией представителями, партией социалистов. Я общаюсь с... Ну, с партией социалистов это понятно. Вот с ним лично, вот сейчас он лидер, буквально недавно он опять заявил, что я на боевом коне веду партию, значит... Ну и замечательно. В очередной светлое будущее. Я его поздравляю. Нет, ну, я к тому, что... Ну, вот вы с ним не поддерживаете. А в чем произошло? Ну, у нас не было оказий сейчас, допустим, для... Ну, мы видели, допустим, недавно в Бельцах на праздновании 80-летия освобождения Бельц. От... 80-летия освобождения, да, Бельц было. И мы поздоровались, но общения не было. А вот по поводу партии социалистов. Вот Википедия гласит, что... Я понимаю, что это условная информация, мне ваша, вот, значит... После заявления Ирины Влах, в которых она называла в качестве официального языка Молдавии румынский язык, лидер ПСРМ Игорь Дадон заявил, что социалисты отказываются от поддержки в ее пользу, как действующая на тот момент руководителя ГАГУЗИ. Это реальная причина вашего разлада, или как это назвать правильно? Я не знаю, какие его причины. Я не знаю, какие причины, Игорь Николаевич. Нет, ну, или это... Знаете, бывает иногда, что некоторые формулировки или какие-то версии выдаются для прикрытия, да, но на самом деле речь идет о языке. Я сейчас не хочу, мы уже про лингвистику говорили, но в двух словах, если можно. Вы вышли как-то вот с месседжем таким, да, то есть я говорю, что с заявлением, что в Молдове язык румынский. За вас очень много полетело на вас, как говорят, хейта. Я вышла с месседжем вообще, вот меня неправильно цитируют. Да, скажите, пожалуйста. Я вышла с месседжем, что я выучила румынский язык. Но вы сейчас говорили государственный язык. Я не сказала, какой язык, я сказала, что я выучила румынский язык, понимаете. Я вообще не могу быть экспертом, либо человеком, который может делать какие-то выводы. Для меня самое главное, чтобы мы знали этот язык и чтобы мы могли создать условия для людей, которые проживают в этой стране, чтобы они выучили язык. Это для меня самое главное. Я считаю, что тема языка, она начинается тогда, когда действующие правители, либо оппозиционеры, да, не имеют своих каких-то программ, которые, видения, которые они бы могли обсуждать. И они пытаются увести избирателя от насущных проблем. Я просто читал, готовясь к передаче, несколько статей, там, значит, люди с опытом молдавской истории, значит, такие, как бы, в буквальном смысле, такие аналитические статьи по поводу, вот, как можно было заявить, и вот аргументации, что Молдова была раньше, чем Румыния, и все, что с этим связано. То есть это вот эта вечная борьба. Вы помните, в начале передачи я вам сказала о том, что я вам сейчас не могу, вам нужно пригласить историков, которые бы вам об этом сказали. Как говорится, проехать. Пригласите лингвистов, пригласите тех людей, которые занимаются этим. Я вас услышал. Я не вхожу в спор, абсолютно. Я уважительно отношусь к тем, кто называет язык молдавским, уважительно отношусь к тем, кто называет его румызский. Это дело каждого человека, как назвать язык. Я этот вопрос задаю, потому что многих этот вопрос, как говорится, мучает, вот, по отношению, вот, как вы к этому относитесь. Да, от того, как я буду называть язык, экономика нашей страны меняться не будет. И цены на газ не упадут, и пенсии не повысятся. Не от этого все меняется, понимаете. Это тоже надо реально оценивать. Услышал. Мало времени, хочется еще у нас там вопросы будут от искусственного интеллекта. Ой, там интересный вопрос, я вас уверяю. Скажите, пожалуйста, вот мы говорим сейчас про осенние выборы. А вы планируете быть кандидатом в президенты на этих выборах осенних? Я рассматриваю такую возможность. Вы рассматриваете? Да, но я еще не приняла решение, но я такую возможность рассматриваю. А вы пойдете как независимый кандидат, либо как партии, как в какой-то партии? То есть у вас свои партии на сегодняшний день, у вас общественно-политическое движение, если я не ошибаюсь, правильно? Общественное. Общественное. А, кстати, нормально, вы зарегистрировали без вопросов всего? Организацию зарегистрировала, но счет до сих пор так и не открыли. Вы имеете в виду банковский счет не открыли? Да, банковский счет. А в чем причина? Вы не можете сходить в банк? Нет, я хожу в банк, я подала документы в несколько банков, и все банки отказали. В этом месте, извиняюсь, поподробнее. Что значит вы зарегистрировали в Минюсе, так понимаю? Да, общественные организации зарегистрировали. таких организаций в Республике Молдова 14 тысяч. Вы 14 тысяч на первая такая организация. И вы пошли в банк? Я пошла в банк, подала документы. Ничего не предвещало, что счет нашей организации не откроют. А мотивировка в банке какая? Нам не нужны ваши деньги? Нет, связана с вопросом отмывания денег. У вас? Есть какой-то закон об отмывании денег. И они ссылались на этот закон. Хотя в этом законе ничего не было конкретно предусмотрено касательно моего случая. Я тоже задала им вопрос. И они потом мне сказали, да, вы не нарушаете никакой закон, но банк на своем правлении может принять отрицательное решение, не объясняя вам, почему мы вам отказываем. Это как при въезде в страну. Мы не будем называть банки. Объяснение это понятно. Вы пошли в другой банк. Это просто Ирина Влах и все. Вы пошли в другой банк. Такое же решение. Вы пошли в третий банк. Такое же решение. Такое же решение. Хорошо. Что ваша внутренняя аналитика, так сказать, информация говорит, почему такое решение принято? Банк это частная организация, которая заинтересована в том, чтобы у нее были клиенты, вкладчики и все, что от этого дальше происходит. И тут банк отказывает, потому что, видите, лезть какой-то закон или сегодня, не знаю, магнитная буря. Нет, закона нет, на самом деле нет закона. Никто из банков не представил. То есть мотивации нет, мы вам отказываем, потому что не знаем. Нарушение какой-то нормы нет. Они все сослались на то, что они приняли такое решение. Почему это? Ваше предположение? Я же вам говорю, это Майя Григорьевна. То есть она позвонила в банк и сказала, вот сейчас Влах подойдет, вынет кровь. Она не позвонила, как вы говорите, но все, что связано с Ириной Влах, имеет у нее, знаете, такое особенное отношение. Поэтому и все, вы знаете, сверху Дониза об этом знают. Говорят, я же говорю, приезжаешь в район, особенно там, где представители ПАС во главе этого района. Это вам передать невозможно, как они боятся, что они где-то поведут себя не так, поздороваются даже со мной, либо дадут возможность провести ту или иную встречу у себя в районе. Есть у Майи Григорьевны особенное отношение ко мне еще с 2016 года. Еще тогда, когда я была во главе ГГУСКОЙ автономии, и жители ГГУЗИ не голосовали за нее, когда она баллотировалась на должность президента Республики Молдова. То есть это некий маркер, да, такой? Да, я считаю, что жители нашей ГГУЗИ очень правильно поступили и в 2016 году, и в 2020 году, когда за нее не голосовали. Вот жизнь показалась, сейчас все общество молдавское разочаровано в таком управлении, в таком президенте. Вот там ГГУСКОЙ мудрость, о которой вы говорили, она сработала и в 2016, и в 2020. Но моя Григорьевна оказалась злопамятным человеком. Она это запомнила, вот, и, видите, как на протяжении всего периода, и когда я закончила сам мой мандат, еще более пристальное внимание ко мне началось, и различного рода попытки предпринимаются для того, чтобы я не занималась политическая деятельность. А в чем эти попытки выражаются? Слушайте, ну вот все вот эти исследования, все эти заказы, прессы, правительственные прессы, которые ищут разного повода провокации, да, А, ну то есть с этой точки зрения, вы видите, копаются в билет, как говорится, да? Попытки очернить, попытки, вот эти клише, которые они все вешают на меня, рука Москвы, там, Кремля, не знаю чего, это же как бы все делается от того, что они настолько беспомощны, им нечего говорить о себе, они, у них нет никаких результатов, а их работа, так они занимаются тем, что отвлекает внимание избирателя, да, на ту оппозицию, которая действительно создаст им проблемы и в президентскую кампанию, и в парламентскую кампанию. У нас вот осталось буквально 12 минут, и будут сейчас вопросы от искусственного интеллекта, вот я хочу с вас вернуться к выборам. Вот представим, что осенние выборы, вы в них участвуете, и, как говорится, жизнь такая штука, вы и другие кандидаты не набирают 50%, значит, голосов преодолели рубеж в первом туре, в второй тур, и во второй тур выходят два кандидата, вот, которые сейчас у нас лидируют. Это госпожа Санду и господин Дадон. Вы своих избирателей призовете проголосовать за Игоря Николаевича, вот в таком случае? Я в 2016... Вот как модель такая, вот гипотетическая. Я в 2016 году не голосовала за Майя Григорьевну, и в 2020-м не голосовала за Майя Григорьевну. Я очень последовательный человек. Так, на другие вопросы не остается, поэтому мы переходим уже к... Если останется, значит, значит, у меня есть такая рубрика искусственный интеллект, чат GPT, ему была задана задача, задать вопросы бывшему руководителю автономии Гагаузи, Ирине Федоровне Влах, он там проанализировал, но попросил, чтобы он задавал вопросы в стиле известного очень политика и премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Скажите, как вы к Маргарет Тэтчер относитесь? Очень хорошо. Кстати, она мемуары свои, знаете, когда написала? Первые свои? Нет. В 68 лет. В 68, ну, это так, к слову. Мы не можем быть похожи во всем. Железная леди, да. Итак, госпожа Влах, в сфере политики честность часто является спорным вопросом. Как вам удается сочетать требования политической целесообразности с поддержанием репутации честного человека? Смотрите, я никогда не думаю о том, чтобы казаться какой-то, да. мне кажется, что политики должны быть максимально открытыми, политики должны быть максимально честными, потому что люди вообще очень чувствуют. Люди чувствуют вранье, люди чувствуют, когда политики начинают, как говорится, говорить неправду и так далее. все 19 лет, сколько я занимаюсь политикой, ну это огромный достаточно опыт, мне кажется, мои избиратели, они всегда чувствовали меня, я просто не имела права, допустим, пойти, ну извините, обмануть их. Если бы я их где-то там обманывала, поверьте, они бы меня не избрали в 15-м году, 51-11 процентов, и не избрали бы, не голосовали за меня в 19-м году 92 процента. У меня нет какой-то такой формулы, я работаю так, как я работаю. Я в 15-м году начала, когда свою работу... Если можно сократить, потому что вопросы... Да, я думала о том, как начать свой путь и, может быть, быть на кого-то похожей. Я решила, что я не хочу быть на кого-то похожей и проходить чей-то путь. У меня есть свой путь, путь управления, и вот я управляла так, как я себя чувствовала и видела. Госпожа Влах, Маргарет Тэтчер однажды сказала, проблема социализма в том, что в конце концов у вас заканчиваются чужие деньги. Как обеспечить фискальную ответственность и подотчетность в управлении? Это всегда очень сложно, но когда бизнес видит, что ты с ними открыт, когда бизнес видит, что ты их поддерживаешь, когда бизнес видит, что ты внедряешь программы, более того, когда бизнес видит, куда идут налоги, это очень важный элемент, когда ты говоришь бизнесом и говоришь, товарищи, коллеги, спасибо вам за открытие, ваши деньги пойдут на социальные поддержки для наших жителей. Дети в детских садах будут питаться бесплатно, дети до 12 класса будут питаться бесплатно, ваши родители будут иметь надбавку к пенсии и так далее. Они понимают, что чем открытие будут они, чем больше они будут платить налогов, тем больше поддержек будет сообщество в целом, и они работают совместно с тобой. Так у нас было 8 лет. Окей. Следующий вопрос. Эффективное руководство требует принятия сложных решений. Как найти баланс между принятием сложных решений и сохранением доверия общества? Это очень сложно. Найти баланс всегда очень сложно, потому что иногда очень важные решения обществом не принимаются. Общество всегда хочет результата вот сейчас и сразу. А когда мы говорим, допустим, об образовании и воспитании, это очень длинный процесс и большие инвестиции. И пройти этот путь, когда общество поймет, что ты для них внедряешь программы, чтобы они работали на десятки лет, очень много нужно вложить в это сил. Я много раз сталкивалась с сопротивлением людей, когда я хотела внедрять те или иные программы, они были против, но проходило время, они говорили, это было действительно правильное решение, хорошо, что вы настояли и не сошли с того непростого пути. Могу даже применять. Мультилингвальная программа. Все были против этой программы, но жизнь показала, что она была самой эффективной программой, и сегодня дети свободно, спокойно, желание изучают языки. Госпожа Влах, Маргарит Тэтчер однажды заявила, я не политик консенсуса, я политик убеждений. Какими основными убеждениями вы руководствуетесь в своих политических решениях? Я всегда старалась общаться с людьми, максимально собрать разные точки зрения, и, соответственно, уже принимать решения. Всегда было очень сложно. Очень часто приходилось идти на компромисс по тем или иным вещам, очень часто приходилось шаг назад делать для того, чтобы потом сделать два шага вперед. Людей очень сложно убеждать, на это уходит очень много времени, и для этого необходимо терпение, аргументы, серьезные аргументы для того, чтобы повернуть человека либо партнера в свою сторону. Но если ты засучил рукава, если ты хочешь результата, то ты двигаешься, у тебя не сегодня, но завтра обязательно это получается. Следующий вопрос. Прозрачность в управлении имеет решающее значение для доверия. Как вы обеспечивали прозрачность и открытость процесса в принятии решений в вашей администрации? Все заседания у нас были в режиме онлайн. И люди могли смотреть заседания исполнительного комитета. Мы были очень открыты с прессой, мы общались. Я, мои коллеги, я говорю о команде нашей. У нас было очень много встреч, мы людей постоянно информировали о тех или иных решениях. Да, может быть, хотелось бы лучше, а вот, наверное, это тоже был определенный опыт, поэтому я думаю, что прозрачность это один из важных элементов в управлении регионом и страной. И над этим надо работать всем лидерам. Не бывают идеальные формулы. Всегда нужно двигаться, всегда нужно изобретать новые возможности для того, чтобы максимально до каждого человека доходила достоверная информация, и чтобы этот человек мог повлиять тоже на принятие этого решения. Госпожа Влах, Маргарет Тэтчер была известна своей твердой позицией в отношении национального суверенитета. Как вы определяете приоритеты интересов своего региона, ориентируясь на более широкую национальную и международную динамику? Ну, давайте так, ГГУская автономия это часть Республики Молдова, поэтому мы, как и все граждане, я, как руководитель, считаю, что все руководители нашей страны в приоритете должны ставить независимость, нейтралитет нашей Республики и, в первую очередь, интересы наших граждан и интересы нашей страны. То есть, это должно быть первоочередным для политиков. Все восемь лет именно этим правилам я следовала, и, наверное, благодаря этому жители региона себя чувствовали комфортно, и чувствовали себя частью этой страны, и нам удалось продвигать положительный имидж страны своими действиями и своими программами. Еще один вопрос от искусственного интеллекта чата GPT. Маргарет Тэтчер однажды заметила, если вы хотите что-то сказать, спросите мужчину, если вы хотите что-то сделать, спросите женщину. Как, по вашему мнению, гендер играет роль в эффективном политическом лидерстве, особенно в контексте Гагаузии? Умная штука вообще. Давайте так. Нам, женщинам, всегда намного сложнее быть в этом политическом океане, потому что ваша мужская амбиция и мужское эго, оно всегда превалирует в принятии решениях и в проведении тех или иных политик. Почему у женщин больше преимуществ в политике? Потому что мне, с моей точки зрения, женщины более мудрее, да, женщины постоянно, ну, не все, но многие ищут компромисса, умеют слышать, слушать, вот, и принимать самостоятельные решения, брать на себя ответственность. Это, конечно, касается и мужчин тоже, определенно, но все в этой жизни очень субъективно, как бы мы достойно не несли свою профессию, не исполнили свои обязанности, наши личные качества, наш характер, наш внутренний мир так или иначе все равно влияет на те или иные решения в управлении. И я не зря говорю, что все очень субъективно и здесь не важно, какого ты пола, мужчина ты либо ты женщина. Маргарет Тэтчер была сторонницей политики свободного рынка. Как вы способствуете экономическому росту и развитию Гагаузии, одновременно снижая риски неравенства? Вы говорите об экономическом развитии? Ну, это не я, это он. Судя по всему, да, экономический рост, соответственно, вот риски неравенства, видите, он сводит к политике свободного рынка, но она была очень действительно. Давайте так, регион был открыт все 8 лет, у нас были партнеры и запада были партнеры с востока, нашим правилом была открытость на 360 градусов, в регионе были инвестиции Европейского Союза, в регионе были инвестиции многих восточных стран, Турция, других стран, в регионе были инвестиции, ну, абсолютно, Катара, давайте скажем так, Япония, Китая, то есть мы работали абсолютно со всеми, и для нас очень важно было, чтобы все те ресурсы, которые приходили в регион, были направлены на улучшение качества жизни людей. У нас это получалось. Мы умели убеждать наших партнеров, мы убеждали их, они приходили, инвестировали, они создавали новые рабочие места, это когда ты объясняешь своему партнеру, что ты хочешь, куда ты идешь. У меня еще один вопрос финальный, а потом будет еще один вопрос от нашего зрителя, который я просто не могу не задать вам. Вот последний вопрос. Маргарет Тэтчер верила в важность сильного руководства для достижения прогресса. Как вдохновить и мобилизовать народ Гагаузии на совместное видение будущего? У жителей Гагаузии точно такое же видение будущего, как и у жителя Чемишли, как и у жителя Хенчешт. То есть нельзя разделять эти вещи. Мы живем в одной стране и мы любим эту страну. Это самое главное. Так было все 8 лет. Последний вопрос. Вы ковырму делаете с брынзой или с творогом? Вообще ковырму брынзу с творогом смешиваешь, это намного вкуснее. Но пропорции брынзы должно быть больше. Спасибо большое Ирина Федоровна. И заливаем сметаной. И заливайте сметаной. Всего вам доброго. В гостях у меня сегодня была Ирина Влах. Хороших вам выходных. Увидимся на следующей неделе. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин